Всем привет! Очень давно не выкладывал видео по игре Root, по двум причинам. Первое, по первым шести фракциям я рассказал всё и даже больше. То есть того, что есть на канале, хватит, ну понятно, хватит, если вы будете тренироваться для того, чтобы дойти до профессионального уровня, в принципе. Там всё, всё рассказано, и если что-то не рассказано, то это только то, что вы сами в процессе многократных сотен тысяч партий выведите. Всё остальное, всё, что можно было рассказать, я сказал, добавить больше нечего. Вот. Ну и второе, я очень был сильно занят последние несколько месяцев, и вот сейчас просто заболел, поэтому у меня появилось немного свободного времени, и я решил всё-таки записать видео по новым фракциям. За это время я успел принять участие в двух турнирах по игре Root. Первый, российский, в Питере проходил питерский турнир. Сразу скажу, что, конечно, ну то есть я из Москвы специально приехал в Питер на турнир, и, к сожалению, был очень сильно разочарован. Уровнем игроков, по сути, получилось так, что был я и куча новичков. То есть реально доходило до того, что люди перед началом турнира садились и такие, о, у нас кроты и вороны будут в турнире, а как они вообще действуют? Давайте-ка почитаем правила. Открывали правила и на полном середине прям за час до турнира читали. Ну вот, ну естественно, как бы я приехал, сколько там, четыре партии, все выиграл, вообще без вопросов, с огромным отрывом. Вот, ну, собственно, как если бы я вот реально с новичками сел играть. Вот, и был второй турнир международный, называется Root Winter Tournament. Кому интересно, можете загуглить. В принципе, все игры есть записи, но смотреть я их вам не советую. От себя могу сказать, что, ну, из, дай бог, 10-15% игроков на этом турнире играет хотя бы на среднем уровне. Все остальные, это, конечно, ну, не нубы, конечно, они правила знают, да, не как в Питере, но по игре, конечно, очень плохо. Очень плохо они играют. Вот. И по самой сути турнира хочу сказать следующее. То, что я понял из этих двух турниров. Если игроки, ну, понятно, если они хотя бы правила знают, то тут все зависит от удачи. Никакой опыт, ничего вообще сильного значения не имеет. Все зависит от удачи, потому что это не шахматы. Это в шахматах, да, могут сесть два игрока. Один сильнее, другой слабее. То, то сильнее, там, с вероятностью 90, там, процентов победит. А если он намного сильнее, то там, с вероятностью 100%. Вот врут вообще не так. То есть, ну, я надеюсь, вы понимаете, если сидит четыре игрока, один сильный, три слабых и три слабых, будет мочить сильного, то сильный точно не выиграет. Вот, 100% не выиграет. Потому что тут ты зависишь от других игроков очень сильно. И поэтому все эти победители, кто там в играх дальше проходил, зависело исключительно от удачи. Вот. У меня, соответственно, было две игры. Я обе проиграл. Первую. Ну, по ним я могу сказать следующее. В первую. На удивление мне попалась игра, где действительно игроки умели играть. То есть, у нас было четыре игрока. Ну, собственно, я. Второй был парень. Но я не могу сказать, как он за все фракции играет, да. Потому что, ну, на турнире ты садишься за одну фракцию. То есть, я могу оценить только по той игре. Вот. Он играл на птицах. На птицах он сыграл прекрасно. Вот. И, по сути, всю игру мы решали, кто из нас дальше пройдет. Мы с ним всю игру друг другу мешали. Я сидел на котах. Ну, мне еще, как обычно, не повезло. Я. Там продвинутая расстановка, да. И ты выбираешь фракцию. Ну, собственно, я выбирал фракцию последним. Поэтому у меня был выбор между котами и бродягой, которые не получают очки за атаку. Ну, там, для турнира обрезали бродягу. Вот. Ну, естественно, как бы обрезанным бродягой играть вообще неинтересно. А коты все-таки, ну, одна из моих любимых фракций. Поэтому я взял котов. Вот. И, соответственно, вот мы, коты и птицы, пытались пройти дальше. И, в общем, мы очень друг другу жестко гадили. Вот. Я, собственно, ручно с помощью других игроков, я прям каждому говорю, что нужно сделать, да, чтобы птица ушла в смуту. Потому что там... Ну, птица должна была выиграть по-хорошему. Если бы меня там не сидела, то, конечно, бы там за 2-3 часа она бы выиграла. По итогу мы сыграли самую долгую партию на турнире. Она шла 5 часов, по-моему. Реально, это был рекорд новый турнир установлен. Вот. Потому что я там 2 раза поднимал птицам смуту. При том, что там практически нереально было поднять. Я там по 10 минут высчитывал, что нужно, куда, кого и сколько переместить. Что сделать, чтобы у птиц началась смута. Вот реально там последние ходы, они по часу идут. Вот. То есть игра была прикольная. Но, конечно, если оценивать с точки зрения зрителей, было очень тяжело. Особенно тем, кто любит просто, как бы, ну, по фану играть, а не профессионально. Вот. Но игра была классная. То есть я прям получил нереальное удовольствие. Вот. Даже несмотря на то, что не прошел. Победил, кстати, в итоге вообще третий игрок. То есть вот мы вдвоем боролись, да. И сидел третий игрок на крысах. По-хорошему крысы вообще одна из самых сильных фракций. Но играл он, честно говоря, слабо. Очень слабо, вот. А по итогу пятимесячный турнир, да. По итогу оказалось, что этот игрок выиграл этот турнир. Ну, то есть вот, 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 вот про что вам показывают уровень, да. То есть тут вообще решает не уровень. То есть вот мы там отселились, да, сразу. Два сильных игрока. А там игрок, который, ну, ну, я не знаю, конечно. Может он на крысах так фигово играет, да. Из-за того, что новая фракция там на других он получше играет. Ну, вот. Но по моему уровню, ну, по моему ощущению, это был такой. Ну, точно там не выше среднего уровня игрок. И вот он турнир по итогу выиграл. Ну, а четвертый вообще сидел новичок. Он в первый раз играл на Воронах. Но отыграл он классно. То есть я сегодня как раз буду за Ворон показывать. Ну, и сразу скажу, что Вороны самая слабая фракция из всех десяти. Даже ящерицы посильнее. И вот он играл на Воронах. И он там набрал в районе двадцати четырех очков. При том, что он играл в первый раз на Воронах. Это просто браво. Ну, то есть он играл не против, да, там новичков, которые не знают, а там против, ну, по сути, опытных игроков действительно. И набрал двадцать четыре очка. То есть там на уровне с нами я набрал... Я не помню, сколько я набрал, но я мог в последний ход набрать двадцать восемь. Вот. Или двадцать девять даже. А, нет, я мог набрать двадцать девять, но мне как раз птица помешала. В итоге максимум двадцать семь мог набрать. Потому что она мне мастерскую снесла. Птица в итоге набрала двадцать девять. И я ее в этот момент в смуту отправил как раз. Вот. И... Ну, и выигравший игрок набрал тридцать. А вот он был на четвертом месте и набрал двадцать четыре. То есть прекрасный результат, прекрасная игра. Вот. И была вторая игра. Вторая игра была отвратительная. Мне попалось три нуба. Ну, которые вообще не понимают, что еще происходит. И один из них был выдран. Ну, и как вы понимаете, просто один игрок каждый ход покупал за три, за четыре у этой выдры. И потом... И еще они меня втроем все мочили. Ну, понятно, да? Не знаю. Я еще сидел на крысах, на сильной фракции. Вот они втроем сговорились и всю игру меня мочили. В итоге мне, по-моему, не хватило одного очка. Тоже... Ну, я мог двадцать девять, короче, набрать. Ну, то есть тоже одного очка не хватило до победы. Ну, вот. Ну, как бы, если бы игрок просто на выдрах у выдров все время не покупал, тогда там, конечно, я бы прошел. Вот. Ну, и по второй игре очень плохое впечатление. Ну, вот. Но в целом, конечно, турниры... Ну, такие турниры надо проводить. Они популяризуют игру. В принципе, интересно посоревноваться, да? Ну, понятно, невозможно сделать по руту такой турнир, где там сильнейший будет проходить, да? Это не шахматы. Это не дуэлька. Это игра на четырех, на пять человек. Естественно, тут всегда будет инбаланс. Но в целом прикольно. Я думаю, что я теперь каждый год буду принимать участие в турнире. Так, ну ладно. Это было небольшое лирическое отступление. Теперь по игре. У нас вот два месяца назад вышло... Не только у нас, везде. По всему миру вышло дополнение. Кроты и вороны добавили в электронную версию. Ну, сразу было бесполезно делать обзор. Потому что, ну, понятно, там первый месяц люди еще пытаются вообще понять, как они играют. То есть, ну, там на том уровне было бы, что я зашел за ворон, да? И никто не понимает, как они играют и там выиграют. Сейчас уже там пару месяцев прошло. Уже люди плюс-минус знают. Уже можно записывать, в принципе, ролик. Вот. И, собственно, этим я сейчас и занимаюсь. Значит, у нас будут кроты, у нас будут вороны. Сейчас будут вороны. Начал с них, во-первых, потому что, ну, я не люблю играть за кротов. Кроты — это очень сильная фракция. Вот пока не вышло следующее дополнение. Крысы и барсуки. И вот мы когда без этого дополнения играли, ну, еще очно, да, то у нас в какой-то момент мы заметили, что кроты выиграют 50% партии или даже больше. То есть, они просто неостановимые какие-то. Вот. И единственный вариант, типа, чтобы они не выиграли, это реально всем столом мочить кротов. Вот как только они там построили здание, все, короче, куранты бьют такие, все, кроты построили здание. Все, просто три человека идут и делают все, чтобы это здание снести. Вот пока его не снесут, не успокаиваются. И потом дальше начинают, продолжают играть. Вот. И вот на таком уровне только можно играть с кротами. И даже при этом все равно кроты будут претендовать на победу так же, как и другие фракции. То есть, это такая очень сильная фракция. И поэтому, видимо, поэтому, я думаю, как раз сделали в новом дополнении фракцию Крысы, которая еще сильнее, чем кроты. Мне кажется, ее специально для этого сделали, потому что это единственная фракция, которая может реально стопить кротов. Вот. В противном случае, это нужно всем столом их стопить. Вот. Ну и, соответственно, про кротов я вам тоже покажу, но так как они очень сильные, это, наверное, не так интересно, как вороны. По поводу ворон, как я уже сказал, это самая слабая фракция, и я ей учился играть. Ну, быстрее, конечно, чем котами и ящерами, потому что, ну, у меня на тот момент и опыт был. И во-вторых, ну, я где-то партии, не знаю, сколько сыграл. 7, 8, 9, 10. И вот что-то вообще у меня не получалось с воронами. Я не понимал, не понимал, как сделать так, чтобы они нормально набирали очки. То есть была такая проблема, что, ну, собственно, все новички играют именно так, как я играл в начале, да. Просто каждый ход спамят там по два жетона, допустим. И все, и просто к началу следующего хода, ну, если остальные игроки умеют играть, эти жетоны, они как бы не лежат уже. То есть они сносятся. И я просто не понимал, как набирать эти долбаные очки. Вот. Ну, у меня там знакомый тоже, он тоже в турнире участвовал из Украины. Он как раз занимался, не занимался, ему очень нравится ворон, он как раз изучал за них тактику. Он мне, собственно, ну, дал наводки. Я начал их использовать, преобразовывать и так далее. И, в принципе, за ворон стало получаться. Вот. То есть мне пришлось за них, наверное, партии, не знаю, сколько, ну, 15 минимум отыграть, чтобы научиться. Вот. Собственно, сейчас все, чем я научился, я вам расскажу, покажу. Ну, и переходим к игре. Так, у нас сегодня, сегодня у нас, да, сочетание у нас такое. Коты, птицы, альянс. Я ничего не подгонял, да. Я обычно видео записываю в самых неудобных сочетаниях, да. То есть, там, не знаю, взять вороны, самое неудобное для них сочетание. Но сейчас у нас еще день, во-первых. Поэтому игр мало, и я просто вот первую попавшуюся игру, какая была, присоединился. Собственно, там, где можно было выбрать. Сейчас еще проблема. Добавили же новые фракции. И еще помимо них добавили продвинтую расстановку. Продвинтая расстановка, это вот как раз как на турнире. То есть, ты не выбираешь фракцию, а только из тех, что остались. Ну, а я не собираюсь играть в сотню игр, да, чтобы попасть на ворон. Это, во-первых. Во-вторых, там, они модифицированы. Ну, все фракции, которые считались более слабыми. Ящеры, вороны, коты. У них там небольшое преимущество. Вот. И я хотел как раз записать без этого преимущества. Поэтому я просто зашел в первую попавшуюся игру. Колода стандартная. Фракции, собственно, базовые. Так что я думаю, что все все будет понимать хорошо. Нет кротов. Наверное, хорошо, что нет кротов. Иначе мне пришлось еще за них, ну, на них отвлекаться. Лучше это в следующем видео рассказать все про них. Единственное, карта у нас не базовая, не зимняя, новая. Собственно, тут две особенности. Ну, на всякий случай скажу, может кто не играл. В центре у нас есть вот такая вот башенка. Каждый, в конце каждого хода, каждого игрока, кто на ней правит. Не, не так. Так, если ты в конце своего хода правишь на этой поляне, получаешь одно очко. Это как раз одна из причин, почему я не люблю новые карты. Там, собственно, какие-то бафы. Вот тут как раз плюс одно очко за башню на озере. Получаешь лишнюю карту. Я не люблю, честно говоря, вот эти вот дополнения. То есть карты-то нормальные, но вот, типа, лишние очки, лишние карты, вот это я не очень люблю. Мне кажется, ну, не знаю. Это немножко ускоряет игру, да, лишнее очко. И не люблю такого. Ну, еще тут есть тоннели. Шесть штучек, да. И вот, собственно, если один из своих компонентов находится, ну, грубо говоря, вот для этой, да. Если вот на одной из этих двух зайчик находится мой компонент, неважно какой. Любой вообще. То я могу скинуть днем любую свою карту и раскопать тоннель. Любую, не обязательно совпадающую с мастями. В принципе, это все. Ну и расстановка мастей тут не рандомная, а стандартная. Стандартная, это сбалансированная. Она прописана в книжечке. Вот. Поэтому примерно так. Так, значит, что можно сказать? Да, давайте сразу по сетапам пройдемся. Вороны. Ну, вкратце, наверное, все-таки по правилам скажу, да. Они скидывают карту и вербуются на полянах. Ну, грубо говоря, я скидываю зайчи и вербуюсь по одной вороне на каждой зайчи. Это вот один расход можно сделать. Сразу отмечу, что у нас в игре коты. Это неудобная фракция для ворон. Одна из самых неудобных. Вот. Из-за того, что... Ну, во-первых, потому что они везде. Им легко разгадывать жетоны, да. Во-вторых, потому что есть цитадель. А это как минимум минус одна поляна для ворон. То есть, если я захочу вербоваться на зайцах, вот, то у меня будет вербоваться не 4 вороны, а 3, потому что на цитадели вербовать нельзя. Вот. Какие еще у нас есть фракции? Птицы. Ну, птицы, в принципе, ну, такая фракция. Как бы не самая неудобная. В принципе, как коты, наверное, даже более неудобные. Птицы нормальные. И альянс. Альянс, ну, скорее даже, скорее даже удобен. Скорее даже удобен для ворон. Можно на нем лишние очки набрать. Ну, потому что они должны набирать очки за атаку тоже, но особенно в конце. И вот за альянс можно сильно поднять. Но я постараюсь все-таки получать очки не за альянс. Потому что... Ну, иначе тогда это будет не совсем правильный гайд. Потому что, грубо говоря, если у вас вместо альянса будет кроты, то вы эти очки не получите. Вот. Ну, я думаю, что если бы вместо альянса были кроты, а вместо кого... Да, в принципе, да. Если бы вместо альянса были кроты, наверное, это было бы самое сложное сочетание. Вот. А так... Ну, возможно, бродяга с котами где-то примерно на одном уровне. Ну, в принципе, нормальное сочетание. Я на альянс особо внимания обращать не буду. Если он, в принципе, на него не обращать внимания, он даже может и пожестче, чем другие фракции, особенно на этой карте. Так что, я думаю, вполне можно записывать. Вот. Ну что ж, стартуем. Значит, коты у нас начали в правом верхнем углу. Значит, что у нас? Лесопилка, мастерская, казарма, понятно. Птицы автоматом в противоположном. Выбрали тирана. Вот. То, что они выбрали тирана, это очень удобно. Вот если бы тут был какой-нибудь харизматик, это, конечно, было бы намного хуже. То есть, была бы опасность с носа жетона, с первого хода, да, пришлось бы... Ну, может, и не пришлось бы, но было бы неудобно. Я бы, скорее, подальше куда-нибудь ставил. А так как у нас тиран, то очевидно, что он не будет этим заниматься. А если и будет сносить какие-то жетоны, тот жетон альянса, чтобы получать за них халявные очки, а не трогать моих ворон. Вот. Поэтому, в принципе, на самом деле, то, что у нас птицы взяли тирана, это удобно. Так. Сейчас расставляюсь я. Значит, как проводить начальную установку? Изначально вороны ставят по одной вороне на каждой масти. Вот. Если по адвансу, по продвинутой расстановке, то там у них плюс одна ворона, и сразу жетон со старта, и я бы уже сейчас открыл его и получил очко, но это какой-то... Это, конечно, хорошее дополнение, учитывая, что вороны слабые, но я специально без этого играю. Соответственно, первые три вороны я бы обычно... Ну, давайте попроще. Обычно я их ставлю где-то рядом. Для чего это делается? Ну, допустим, например, вот тут заяц, мышка, лиса. Для чего это делается? Вы в первый ход сразу вербуетесь за какую-то карту. Где бы вы не завербовались на любой из этих мастей, и у вас где-то будет две вороны, во всех остальных по одной. На двух остальных полянах. Вот. Это значит, что у вас на этих трех полянах будет четыре ворона. У ворон каждый день всего три действия. Есть еще... Можно сделать вечерние, но это я вам делать категорически не рекомендую. Это только в последние ходы. Чаще всего вы должны обходиться тремя действиями. И три действия у вас стандартные. То есть, как у котов, например, там действия стройка, вербовка, перемещение, так и у ворон есть три своих действия, которые вы обязаны каждый ход делать. Это два перемещения и размещение жетона. Вот этими действиями, по сути, вы и будете управлять всю игру. Если вы будете делать их грамотно, то, в принципе, у вас есть хороший... Ну, у вас есть шанс победить. Если вы будете их делать неграмотно, ну, или делать какие-то другие действия бесполезные, то шансы у вас резко сокращаться. Что нужно сделать за эти три действия? Вам нужно за два действия переместить ворон так, чтобы там, где вы хотите разместить жетон, было четыре ворона. За третье действие вы убираете одну ворону и размещаете там жетон. Собственно, это основное, чему вы должны стремиться. Второе, размещать жетоны желательно так, чтобы вы могли создавать предметы, улучшения и так далее. То есть, чтобы вы могли крафтить. Так как мы играем сейчас с первой колодой, то, ну, стандартно. Два зайца — это топчик, потому что оно даёт лишнее перемещение, лишнее сражение, лишнюю карту. Собственно, так же, как и для котов. И это для ворон очень важно. Особенно лишнее перемещение в конце шикарно. Лишняя карта может быть не так важно, как там, например, у котов. Но, в принципе, тоже хорошая тема. И лишнее сражение, ну, особенно в конце очень даже пригодится. Иногда бывает, что у вас есть... Вам там можно на халяву получить очко за здание или, не знаю, за жетон, но у вас нет действий для этого. Потому что вы должны дважды переместиться и положить жетон. Вот. И, соответственно, у вас просто не хватает действий. Перемещаться, на самом деле, не обязательно дважды. Ваша основная задача... Основная задача, да? Сформулирую. Ваша задача за эти три действия сделать так, чтобы у вас на поляне собралось четыре вороны, на которые вы положите жетон. Когда вы кладете жетон, у вас остаётся три вороны. Вот ваша задача — сделать свои действия так, чтобы у вас получилось четыре вороны и положить жетон. И вот, ну, практика показывает, что приходится из-за этого тратить два действия. И то не всегда получается, чтобы четыре вороны собралось. Вот. Собственно, сейчас мы будем как раз с этим работать. Вы можете как раз в голове это держать. То есть мы будем собирать четыре вороны и кладь жетон. Поэтому, чтобы четыре вороны с первого хода нам собрать, мы сразу ставим три вороны на соседних полянах. И, собственно, на одной из них мы будем класть жетон. Преимущество, как я говорил, вначале два зайца. Ну или один зайц, одна мышца. Ну, короче, мышка должна быть, а два зайца. Такой порядок, зависит от карты в том числе. Но с первой колоды, наверное, лучше два зайца вначале держать, учитывая особенно, что у меня сейчас есть вот эта карта. Это плюс лишняя карта, да? И вот можно скрафтить сразу сапожор. Вот. Вот эта карта, очевидно, пойдёт на вербовку. Вот. А, ну да, и сразу из-за цитадели карты зайцев для вербовки мы практически используем. Мы можем использовать, только когда у нас действительно уже ворон в запасе будет меньше четырёх. Если больше четырёх, то это очень невыгодно. Вот. Собственно, я сейчас выбираю вербовочку, да? Собственно, беру как раз три соседние поляна. На самом деле, если я буду перемещать на грубоганных зайцев, то не особо важно, на какую лесу конкретно я их поставлю, да? Главное, что я их всё равно соберу. Здесь. Собственно, я хочу, из того, что я вижу, я хочу собрать на двух зайцах. То есть, первые два жетона положить на зайца. Зайцы у меня есть, собственно, вот здесь, но здесь класть жетон нельзя из-за цитадели. Поэтому сюда я даже не буду пытаться приношать. У меня есть три поляны. Раз, два и три. Собственно, если бы птица взяла из браника, скорее всего, я бы клал сюда и вот сюда. Вот. Чтобы подальше от него. Но так как у нас птица сейчас взяла тирана, то, собственно, я решил, что, наверное, вот здесь даже безопаснее. Вот тут ближе к центру, там ещё сейчас Альянс полезет со своими жетонами. Это не очень будет. А вот здесь, ну, в принципе, никто трогать не будет. и тут очевидно то, что, то есть, скорее, пока по плану я хочу положить здесь и здесь. Вот. Примерно так. То есть, ваша задача класть жетоны, так же, как у Альянса, там, где их не будет сносить. То есть, ваша основная задача, каждый ход выкладывать жетон, чтобы у него была большая защита, чтобы его неохота было сносить. И, во-вторых, чтобы это было в тех местах, ну, где другим игрокам не нужно находиться особо. Вот. Чтобы они им не мешали. Вот. Некоторые начинающие думают, как в Альянсе, давайте сразу вот сюда в центр зафигачим там какую-нибудь, какую-нибудь штуку. Ну, не знаю, что угодно. Там капкан, который будет всем гадить. Но если он будет всем гадить, то его тут же снесут. Это логично, по-моему. Люди не могут пройти, там, коты не могут дерево. То есть, а ваша задача как раз класть так, чтобы другим не мешать. Собственно, вот сейчас вот эта поляна, но скорее всего никак не помешает. Вот я хочу вот этих двух зайцев занять, по первым ощущениям. Ну вот. Ну, собственно, я хожу первым. Так уж мне повезло. Естественно, первым делом вербалочка. Так, вербуюсь на мышках, потому что остальное я хочу скрафтить. Ну, птичью не обязательно, но вот банк зарытых вкладов обязательно завербовался. Так, собственно, ну вот у меня мои четыре, четыре война, да? Вот раз, два, три, четыре. Вот я, собственно, два перемещения делаю, собираю сюда, чтобы вот здесь было четыре война и после этого буду класть жетон. Еще раз, зачем четыре? Потому что один уйдет, а на защите должно быть минимум три война. Три война должно быть обязательно, иначе жетон большая вероятность не доживет. Даже не стоит тратить на это время. Вот, собственно, ну и размещаю жетончик по тому, какие интриги размещать. Давайте сразу немножко обсудим. У нас есть четыре вида интриг, каждых по две. Вот. Что вы должны понять? Вы, когда кладете интриги, ваша задача никогда не класть одинаковые. То есть, первые три интриги, очевидно, должны быть разные. Причем, это не должна быть бомба. ну, понятно, что там по ситуации, когда вы уже долго играете, кто-то будет понимать, но в целом, если общая тактика, бомбу класть смысла вообще никакого нет. Во-первых, потому что, когда, ну, основное, почему ее нет смысла класть, потому что, когда ты ее переворачиваешь, она уходит с поля. То есть, за следующий жетон ты получишь на одно очко меньше. Она не остается, да? И, собственно, за второй жетон так бы ты получил два очка, а так ты получишь один, потому что бомбы уже не будет. Вот. Поэтому бомбу я стараюсь держать до последнего. А иногда вообще не кладу всю игру. То есть, тут все по ситуации. Вот. Ну, то есть, я имею в виду по ситуации, класть ее в конце или нет, это уже будем исходить из ситуации. А первые три жетона я кладу вот эти. Раз, два, самый важный для вас жетон вначале это поборы. Это монетки, потому что приход одной карты в ход это фигово. Потому что вы каждый ход тратите карту на вербовку. И если вы будете получать одну карту, то, по сути, вы будете ее всеми тратить на вербовку и вы не сможете создавать предметы. А вороны это фракция, пожалуй, основная фракция, которая очень сильно зависит от предметов. Если вы за воронок будете только жетоны класть, то вы не выиграете. Вы не успеете. Ваша основная задача класть жетоны, причем на нужных полянах, для того, чтобы создавать предметы, создавать действия. Если вы на воронах создадите меньше 8 очков за крафт, то вы не выиграете. То есть вороны это наравне с выдрами это две фракции, которые зависят от крафта, которые обязаны создавать без крафта, они в принципе не выиграют. Там кроты могут без крафта выиграть, а вороны не могут. Поэтому вам очень важен крафт, поэтому вам очень важен набор карт, поэтому, естественно, монетки очень важны, и вы их должны чем раньше вы их положите, ну, естественно, чтобы они были защищены, и откроете, тем лучше. Вот, но тут есть такая проблема. То есть, ну, если брать логику, то вам логично первыми класть монетки. но другие игроки, которые понимают, как играет вороны, тоже понимают, что вам в первый ход выгодно класть монетки. И вот тут дальше вы начинаете оценивать, стоит ли их класть сразу или нет. Тут уже как бы на ваше усмотрение, то есть, если у вас там стол не очень опытный и так далее, то я бы сразу первым делом, ну, если вы знаете, что вас не будут отгадывать, да, вот, то я бы первым делом клал монетки. Если вы знаете, что у вас стол гадкий такой, будет вам гадить сразу, да, и точно там постарается отгадать эти монетки сходу, то тогда возможно нет, возможно я бы не клал монетки первым делом. Я бы положил, например, набег или капкан. Вот. То есть, тут все зависит от ситуации. Есть еще третий вариант, например, когда вы понимаете, что, ну, например, вы хотите открыть монетки, но при этом тут есть такая штука, да, что если вы первым положите не монетки, а, например, набег, то очевидно, то тогда еще более очевидно, что вы вторыми положите монетки. Потому что все знают, что монетки вам нужны. Без монеток, без карт вороны неиграбельны. И тут есть такая ситуация, что если вы первым положили не монетки, но открыли, да, там на следующий ход, и вот вы кладете второй жетон, но это уже почти 100%, что там монетки. И вот, иногда, чтобы сбежать такой ситуации, я иногда что делаю, я первый ход вообще не кладу жетон, да, собираю ворон в одном месте, ну, вот, грубо говоря, как я говорил, по 4. И во второй ход, чтобы было там в одном месте 4, в другом там 4 или 5. И, собственно, в следующий ход я двумя действиями размещаю два жетона. И вот люди точно знают, да, грубо говоря, что одни из них монетки, но они не знают в каком месте. А если они не знают в каком месте, то им разгадывать уже не очень выгодно, потому что, ну, большинство фракций, ну, там, коты, допустим, кроты и так далее, альянс тот же, птицы, им невыгодно разгадывать, им выгодно, ну, им, им карты дают много, особенно в начале, когда они нужны. И если они не будут там 100% уверены, что это какие-нибудь там монетки, то они вряд ли будут разгадывать. Вот иногда еще так делаю. Вот. Ну, собственно, этих игроков я сейчас не знаю, поэтому я сейчас буду класть монетки, но в целом надо запомнить, самое главное, вначале не класть бомбу, вначале первый-вторый ход класть монетки, это обязательно. Ну, это, конечно, не обязательно, но очень желательно. Вот. Вот. Я видел, как игроки без этого играют, но, на мой взгляд, на мой взгляд, шансов практически нет за опытным столом. Вот. И, соответственно, вторым, ну, первым, да, стараться это, либо вторыми. Ну, и как альтернативу ему я обычно кладу набег. То есть, я обычно кладу побор и набег. Почему набег? Потому что набег это такая штука, что даже если вам снесут, вы от этого будете иметь какое-то преимущество, да, у вас появится ворон. Если вы положите капкан, вам его снесут, никакого преимущества не будет. Вот. Примерно из таких соображений. Вот. Сейчас я, собственно, размещаю набег. Почему я, собственно, размещаю сейчас набег? Потому что, ну, во-первых, птица точно не будет гадать, да, альянс, ну, понятно, альянс вообще после меня ходит. А кот, ну, вот здесь вот тратить зайчью карту, при том, что у него вот здесь вот зайчий лесопилка, и он будет делать сверхурочные, скорее всего, если он умеет играть. Ну, вот. А, в принципе, даже если он не будет делать сверхурочные, он просто может уйти, да, ему никак не помешает эта монетка. То есть, еще раз, мы кладем монетку не для того, чтобы забрать карту у кота, мы кладем монетку, чтобы получить приход к карте. Собственно, я решил положить монетку, ну, естественно, открывать вот эти вот штуки я не собираюсь, потому что мне карта важнее. Вот. Ну, и сразу скажу, что я сейчас постараюсь еще не получать очки за башню, за вот эти штуки, ну, потому что я просто хочу показать, как играть за ворон на любой карте. Вот. Если буду открывать, то только по необходимости. Ну, то есть, если мне нужно будет пройти, допустим, за башню, вообще не буду стараться. Так, у нас пошел альянс. Альянс у нас пошел по центру, и я могу сказать, что вряд ли это опытный альянс. Опытный бы альянс, конечно, вот эту лису клал бы сюда, а не сюда. Или куда? Или... А, две лисы у него. Ну, я бы скорее вот так положил, либо вот так даже положил. А, он еще и карту потратил, чтобы раскопать. Ну, да, альянс у нас не очень опытный. Вот. Так, ага, и сразу скрафтил он еще. Ну, да. Ну, в общем, про альянс все понятно, в принципе. Вот. Но это альянс, поэтому не будем сбрасывать его со счетов. Так, коты. Посмотрим, что будет коты, будут ли они гадать. Тут просто прикол в том, что и он меня не знает. Может, типа, как бы, когда вы играете, да, с незнакомыми игроками, ты же не знаешь, что у незнакомого игрока в голове, не знаешь его уровень. Может, он там бомбу влепил вообще какой-нибудь, но посетит, поэтому гадать я бы, конечно, на его месте не стал. Вот. Так, зачем мне там закатывать? Трехолочку он делает? О, трехолочку делает. Ну, кот все-таки сегодня будет нормальный. Ну, по первым ощущениям. Ну, по сути, главное, чтобы кот был нормальный, потому что, ну, альянс, господи, ничего страшного, даже если не очень хороший игрок, потому что альянс, в принципе, сильный. Ну, птицы бы еще, конечно, желательно хорошие. Вот. Но, судя по тому, что он взял тирана, это вряд ли. Так, а что у меня за карта пришла? У меня пришла мышка. Придется опять вербоваться. Вот это я хочу скрафтить, одно очко не помешает. Вот это я хочу сделать следующий ход, а вот на мышках придется вербоваться. Ну, и сразу надо продумывать, если мы завербуемся на вышках, у нас будет тут, 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 да, воины, где еще? Вот здесь. И нам нужно как-то сделать так, чтобы за два перемещения, по сути, мне сейчас важно дойти до зайцев. Потому что, чем раньше я вот эту карту создам, тем лучше. Мне важно дойти до зайцев. Вот сюда уже фиг зайдешь, потому что тогда я отдам карту. А она мне нужна. То есть, единственный вариант вот сюда идти, потому что тут цитадель. Вот сюда мне нужно найти, зайти за два перемещения. Так. Как это можно сделать? Я вербуюсь на мышках. Допустим, отсюда или отсюда. Раз, два, еще нужно открывать. Еще нужно открывать, нужна карта. А у меня карты уже лишней нет. Ну, если только ботинок не вербовать. О, смотрите-ка, он котика не вербовал. А, ну вот будет лишняя карта, в принципе, любая. Вот за нее я открою. То есть, скорее всего, я открываю за ее и за два перемещения. Либо отсюда, либо отсюда. Иду сюда. Ну, и последним размещаю жетон. Тут как раз вот то, что я вам говорил. У меня будет всего два воина. Причем, одного я потрачу. У меня будет один воин на защите жетона. Это паршиво. Ой-ой-ой. Нет, а мне атаковать идет. Это очень паршиво. И если бы сейчас фракции были немного другие, агрессивные какие-нибудь, типа там, не знаю, кроты, там птица харизматик, то я бы, конечно, так не сделал. Я бы, наверное, просто, грубо говоря, что можно было бы сделать? Например, раз, два, и вот сюда бы, вот четыре воина было бы, да, после того, как я на мушку взорил. Даже нет, вот сюда просто. Одно перемещение, размещение жетона, ну и какое-нибудь еще перемещение. Вот я бы так сделал. Но я сейчас хочу пораньше сделать эту карту, и учитывая, что у нас фракции не агрессивные, вот сюда птица вряд ли дойдет, учитывая, что вот здесь лежит жетон. Коты на это, ну им нужно переместиться, потому что один кот, то есть они вряд ли будут тратить на это действие, но альянс понятно, поэтому я сейчас, скорее всего, рискну. но в целом, если у вас фракции другие, то в целом, конечно, так делать не стоит. Так, что-то у нас тут птица непонятное делает. Отгадывать не будет. А, раскопала тоннель за одну очку. Раскопала тоннель птицы за одну очку. Ой-ой-ой-ой. Нет, птица явно мне не нравится. Ну, на птицах нельзя этим заниматься, у нас там каждая карта на счету. Так, ну погнали. Никто у меня ничего не разгадал. Отлично. Ой-ой-ой, какой молодец. Привел сюда. Конечно, ему надо было здесь строиться, а он сюда привел. Сейчас я еще лишнюю карточку получу, которую даже не ждал. Ну что же, раз у меня столько карточек, крафтим сапожок. Так бы я, может, и не стал. Да. Но мне карточки все дают. Так что, если бы тут не было ни кота, ни птиц, я бы не стал крафтить, чтобы использовать вот сюда. Так, ну что же, скрываем жетон интриги. Вот наш первый, второй стол, потому что мы в крафтелях. Так, собрал, значит, зайчью. Ой-ой-ой, какая зайчья хорошая нам пришло. Лишнее перемещение. Так, у меня, ну, зайчьи, естественно, не трогаем. Либо мышиные, либо лисие. Лисие, листья. Что может сделать лисие? Раз, два, три, четыре. Может, и лисия, кстати. Может быть, и лисия. Сейчас подумаю. В принципе, вот раз, два будет, да, два сюда перемещения. А, вторая все равно мне сейчас пойдет на то, чтобы очищать. Так, где мне важнее воинов держать? На мышах или на лисах? Потому что вторую я потрачу на то, чтобы очистить этот туннель. Так. Если с точки зрения воинов брать, то если на мышках завербуюсь, то будет более сгруппированное войско. Это хорошо. Если на лисах, то возможно сносить жетоны за какие-то действия. Сложный выбор. Решил я все-таки сделать на лис, на лис. Ну, на всякий случай, если будет лишнее действие, если я потом лишнее перемещение добавлю, у меня будет лишнее сражение, можно сносить жетончики. Например, на лисах у меня сейчас ни одной карты нет. Ну и делаю то, что собственно собирался. Двух сюда. Решил отсюда убрать. Потому что тут я возможно буду стоять жетон. Тут место такое дальнее. Вряд ли оно там не нужно. А вот тут центральное. Думаю, что тут опаснее стоять. Будет сносить. Двух привел, очистил за мышину, естественно. Ну и второе перемещение. Собственно, вот два перемещения, как я говорил. Ну и размещаем жетончик. Так, ну тут я размещаю стандартно набег. Тем более он будет плохо защищен. Если его снесут, то я хоть вынос получу. Так. Вот так, конечно, никогда нельзя оставлять. Ну там, почти никогда. Это в данной ситуации это риск. Вот если меня снесут, я проиграл. Я просто сейчас рискаю. Ой, у меня чайничек пришел. На два очка. И мешочек. Надо следующую на мышку ставить. Будет два очка. Мне сейчас очень важно, чтобы вот это дожило. И если это доживет, то не надо как бы радоваться и такие, ну окей, да, никто не стал трогать. Обязательно в следующий год сделать так, чтобы здесь было три войны. То есть, если вы уже рискнули, то вот видите, альянс вместо того, чтобы взрываться, да, потратил, потратил карту, чтобы очистить. Что он там потратил? Он потратил, чтобы получить, получить два очка за меч и еще, еще он, по-моему, что-то расчищал. Вот это расчищал. Ну, то есть, просто убил карту никуда. Сразу видно, что альянс ни о чем. Так, кот, что он сделал? Он построил вторую лесопилку, сверху ручку, казарму, ну нет, кот хорошо играет, ну прям видно. Ну как хорошо, как минимум, на среднем уровне играет. Вот. Альянс пока слабенько, птицы пока. Птицы тоже очень странно. Вот если бы тут сейчас стоял какой-нибудь капкан, то они бы сейчас просто просили. Птицы тоже странно играет. Мне не нравится. Странно. Вот кот, но он. Так. Давай котик. Котик может отгадать, кстати, на самом деле, если у него есть заяча. Я надеюсь, что не будет он этим заниматься. Вот. Теперь у него две карты в ход будет, три казарма. А, ну я у него еще карту одну отобрал. Я у него как от заяча отобрал жестко. Я же у него сапожник отобрал. Ну и вот видите, да, я открыл жетон и у меня две карты пришло. И причем, видите, да, вот это крафт, вот это крафт, вот это крафт. То есть, если бы это не пришло, мне бы одну из этих карт пришлось тратить на вербовку, а карты все шикарно. Я бы, конечно, чайник потратил. Он менее влажен, чем вот это перемещение. Так. Давайте думать, куда собирать следующий воин. Иначе вербуюсь и, очевидно, за мышку. У меня будет вот здесь один, здесь один, здесь два, один, один, один. Да. Не оттуда я привел воина. Надо было вот отсюда брать. Вот отсюда надо было брать. Тогда у меня сейчас был, вот здесь был один и после вербовки было бы раз, два, вот четыре воина было бы. Я просто перешел, положил. А так у меня... Ну, хотя я не знал, что придет. Я же для других целей. Я же для других целей оставляю, думал, что, возможно, здесь оставлю. В принципе, норм. Ну, тогда у меня здесь будет один, здесь два, здесь один. Раз перемещение, два перемещения. Здесь оставлю жетону. А, мне еще вот здесь надо прикрыть. Блин. Стоп, 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 стоп. Ой, что он делает? Зачем он ходит по жетону? Ну, все, птицы, понятно все. С птицей все ясно. Альянс, конечно, усиливает на ряду. Короче, смысл какой? Я сейчас вот здесь вербую на мышках и у меня два перемещения точно идут на то, чтобы дойти сюда. Дальше. Дальше. Дальше я, если мне не снесут, ну, уже вряд ли кто-то снесет, вот это я сейчас создаю, у меня будет лишний перемещение. То есть, у меня четыре действия. Два действия на перемещение идут. Одно перемещение еще сюда и положить жетон. То есть, вот здесь тогда у меня будет прикрыто три воина, а вот здесь будет два воина. Ну и понятно, что я положу туда третий вид жетона, то есть капкан, чтобы они не повторялись. Если вы положите два одинаковых, то тогда людям будет легче разгадывать. Так, из этих двух я, естественно, использую сапожника. Лишние перемещения это даже покруче, чем лишняя карта. Для ворон плюс одно действие. Это прекрасно. Так, ну и погнали. Вербовка, естественно, на мышках. Да, одно очко, конечно, неплохо бы получить, но вариантов нет. Ну что, вскрываем наш набег. Ну и вербаемся на мышках. Не, я теперь уже, я все правильно сделал, что вот здесь, вот отсюда прививание, отсюда, иначе бы я сейчас двух сюда не догнул. А если бы отсюда загнал, то сюда бы некого было. Ну, короче, я все правильно сделал. Так, что погнали. Так, ну, вечернее перемещение, очевидно, можно вот это перемещение сделать вот так. Вот, сейчас надо размещать жетон. Ну и одно перемещение. Так, переместились. Размещаем жетон. Да, к сожалению, к сожалению, одного не хватает. Ну, естественно, последний ставим. К сожалению, вот здесь два воина, они там где-то, это не очень хорошо, но, но, рискуем. Вот это сейчас важнее прикрыть. Тут один воин, а тут два. Можно, конечно, отсюда подогнать, да? Вот. но, тут три-один, а тут, а так будет три-два, конечно, лучше два воина, чем один. На такой ситуации, конечно, было прекрасно, если тут был набег, да? То есть, если плохо защищенное, то лучше набег класть, но набег, второй набег класть нельзя. Так, что я делаю? Не совсем понимаю. В принципе, все понятно, что я хочу сделать. А я думаю, что возможно, стоит с листы убрать, а не с мышки, потому что, если будет взрыв, то ворон погибнет. Но потом я все-таки подумал, что если взрыва не будет, пусть стоит, чтобы там центральный жетон убирать, если еще тем более мне нефиг. Так, переместил, положил, дальше, собственно, загоняю этих двух сюда, ну и вечернее перемещение на защиту жетона. Раскапывать, естественно, ничего не буду, у меня сейчас карпи шикарный, если все пройдет гладко, ничего не снесу, в следующий раз я убескравчу. Ну и вечернее перемещение. Итак, да, на что обращаю внимание? У меня сейчас вот этот жетон, и вот этот жетон по три войны на защите имеют. Да, в тот раз, конечно, не было, но... Ой, еще одни монетки пришли. Ой, еще одни монетки. Монетки еще пришли. Вообще жесть. То есть у меня уже создан сапожник, банк зарытых вкладов и потом монетки. Ну, естественно, банк зарытых вкладов создавать надо раньше, чем монетки. Это важнее. Лишняя карта важнее, чем монетки. Всегда, всегда берите в преимущество лишние действия, а не лишние очки. Потому что, если вы создаете лишние очки, да, возможно, возможно, кто-то там создаст до вас, но эти очки, они сразу вам прибавятся и все будут видеть, что вы вырываетесь по очкам. А если вы делаете лишние действия, никто на это особо внимания не обращает. Ну, кроме опытных игроков. А лишние очки можно и в конце набрать. Тогда вас уже сложнее восстанять. А если вы сейчас я там вырвусь, там у меня будет 12 очков, то в итоге все пойдут меня бить и я нифига не продвинуться. Всегда в экономику вкладывайте. Так, что тут вообще происходит? Ну, он взорвался на башню, получил плюс 1 очко за башню. Все понятно. Ой, как я удачно капкан положил, да? Теперь, если я открою капкан, он сюда не сможет выкладывать жетоны. Даже, даже за офицеров. Надо туда на защиту только побольше пригнать. Что у меня за вербовку идет? у меня на вербовку машинная услуга. Мышинная услуга. Блин, ну, машинная услуга это надо 3 мышки. Раз, два, так 3 мышки это можно, но, наверное, нет, наверное, слишком мало профита от этого. Во-первых, очень сложно защищать. Мне сейчас зайцы важнее. А вороны, они больше 3 жетонов в принципе не держат защиты. Так что машинная услуга пойдет на вербовку. Вот и чайничек сделали первый. Так, второй чайничек надо успеть сделать. Да, там уже люди за башню получают. Я уже вижу альянс получил очку, кот получил очку. Вот. Еще очищение тоннеля. Я, кстати, тоже за очищение тоннеля одно очко получил, но я не для этого вообще очищал. Я очищал, чтобы пройти мне сюда пройти надо было. Так что, ну, если бы на другой карте было, сейчас бы у меня четыре очка было. Я думаю, в конце учтем, да. Я в конце учту, типа, что было бы, если бы было то-то, то-то, чтобы все по-честному было. что, то-то, что, что, то-то, то-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, один сочков. Неплохо, неплохо как-то идут. Так, ну давайте сразу продумать. Значит, я на мышках вербую. У меня вот здесь три воина на защите. Кайф, то что нужно. Три воина здесь, три воина здесь. Отлично. Теперь занимаемся жетоном. У меня есть раз, два, три. И мне нужно положить жетон куда? Я бы на лисов положил. На лисов. На каких лисов? Так, у меня мышка еще здесь будет. Здесь. Вот этих двух надо как-то загнать на жетон. Только так. На лисов. Раз, два. Будет три воина. Надо этого воина использовать как-то. Вот тогда раз, два, три, четыре. Раз, два. Разместить жетон. Да. И все лишнее перемещение. Лишнее перемещение. Либо этого пригнать куда-нибудь, либо вот этого, который получится. В принципе, сейчас мне лишнее перемещение даже никак не нужно. Мне все хорошо. Вот если бы я вербался, например, не на мышках, а на чем-то другом, вот лишнее перемещение сюда надо было бы воина пригнать, чтобы требуло. Сейчас, собственно, начнется самая интересная часть. Когда вы разместите три-четыре жетона, дальше начинается самое сложное. Ну, сейчас вы увидите. Сейчас я четвертую размещу. Дальше вы поймете, что у вас нет воинов, чтобы защищать все жетоны. И надо чем-то жертвовать. Ну, собственно, в этот момент начинается самая сложная часть. Вот до этого момента, в принципе... Ну, бывает и до этого момента что-то сносят, но в целом оно примерно обычно так идет. То есть, если вы не... Не складете сразу много жетонов, как новички делают, то и вас особо и сносить-то незачем. Вы же, ну, типа, набираете очки там один, два, три, так же, как другие фракции. Вот. А новички, они что делают? Они сразу за ход кладут по два жетона чуть ли не каждый ход. И там на защите с одним воином или вообще без, естественно, все сносят. Ну, потому что если все это перевернуть, то сразу он как бы выиграет. Вот. Ну, погнали. Значит, что делаем? Создаем банк зарытых кладов и чайничек. Так, неплохо, неплохо. Монетки, я надеюсь, доживут до следующего раза. Так, это, к сожалению, в начале утра, то есть только в следующий раз смогу использовать. На самом деле, сапог я почему создал раньше, потому что в тот ход мне прям нужно было это перемещение. Если бы не нужно было, я бы, может, и вот эту карту начали с собой. Так, ну, вскрываем последний жетон интриги. И вот сейчас надо обратить внимание, у меня сейчас по одной всех, ну, по одной всех мастей. Ну, кроме бомбы. И вот тут сложность. Вот тут начинается сложность, что размещать дальше. Можно, конечно, бомбу, но это... Но я это не часто делаю, потому что обычно все такие... А, ну он все по одной разместил, значит, точно следующая бомба. И начинает гадать. Поэтому я обычно, типа, подстраиваю под бомбу. Ну, что, типа, все думают, что бомба, а на самом деле размещают что-то другое. И я чаще всего размещаю набег. Ну, собственно, по каким причинам, я вам уже сказал. Даже если его снесут, то вы получите преимущество, да? Ну, какое-то. Вот. Монетки обычно гадают тоже. Монетки, бомбу гадают. Набег редко гадать, честно говоря. Вот. Оно как бы вроде никакого эффекта на других не оказывает отрицательному, но при этом его гадают из-за этого реже. Я поэтому обычно кладу набег. Так, ну, значит, двух подогнали, три, нужен еще один. Вот мы его, собственно, пригнали. Собственно, кладем интрижку. Вот тут, например, ну, бомба, не знаю, насколько логично. Ну, просто имею в виду, если бы я тут кладу, кто будет... Будут ли гадать бомб? Наверное, будут, да? Коты бы, скорее всего, будут. Хотя, конечно, если бы можно было вот прям положить что угодно, конечно, бомба была бы круто положить, потому что... Ну, она бы перевернулась, сгорела и как бы повторов бы не было. А так, если набег, то будет повтор. Ну, как есть. Так, с этим, собственно, все. Естественно, никакой очко мы получать не будем. За монетки. Монетки, я надеюсь, доживут все-таки. Дальше, что нужно делать с последним перемещением? У меня сейчас четыре жетона, на каждом по три ворона на защите. Вот есть два вороненка. Один за пайс. Очевидно, одного из них надо переместить. Вопрос, кого и куда. Ну, давайте, наверное... Блин, вот этот может мне еще понадобится. Не знаю. Я его куда подгоняю? Сюда. Ммм, я его сюда подогнал. Защиту. Нет, я его... Из каких соображений подогнал? Смотрите. Сейчас у нас лежит два набега. Ну, если они доживут. Тут есть такая штука. У вас сейчас нет ворон в запасе, и вам нужно будет освобождать какие-то жетоны. И, очевидно, это нужно делать те, которые повторяются. То есть, если у вас лежит два набега, очевидно, нужно освобождать один из этих набегов. Ну, очевидно, я буду освобождать лисий, потому что зайцы мне нужны, да? Ой, еще одни монетки пришли. Ой-ой-ой, молоточек пришел. Вот капец. Это 8 очков крафта, если вот я все это сделаю. Вот, прикиньте, 8 очков. 8 очков уже 18 будет. Ну, это не за один ход, конечно. Но если два раза монетки сделать, кайф. В общем, и поэтому мне вот этих воинов, вот этих воинов нужно будет куда-то перекидывать. Почему именно с набега? Потому что у нас два одинаковых. Если мы уберем всех воинов, какая вероятность, что их никто не снесет, вот этот набег? Если игрок умный, то, возможно, он не будет сносить. Но если это не очень опытный игрок, а тем более, если это тиран, даже если это опытный, два очка для него, почему бы ему не снести? И вот он убирает этот жетон, у нас лежит какой-то жетон, пусть это не набег, но в следующий ход мы снова можем класть набег, у нас больше выбор. Почему плохо класть два одинаковых, да? Их легче угадывать. Но при этом, как только вы положили, то сразу один освобождаете, его точно снесут. А если это набег, как чаще всего я делаю, да, первым кладом набег, то вы еще и ворон получите, халявных, может, вам даже вербоваться не придется, потому что, ну, из-за одного воина тратить вот такие карты на вербовку, я бы не стал, блин, тут такой крафт классный. А, ну, я еще утром возьму карту, блин, как же у меня все классно-то сложилось, пока. То есть, у меня, по сути, нет вообще лишних карт, даже при том, что я две получаю. Вот, но вот эта вот карточка, которая создала, она мне сейчас просто очень нужна. Так, у нас раскапывают тоннели, я ни одного тоннеля, а нет, я один таки раскопал, ну, это так, чтобы пройти. На самом деле, на тоннелях, на этих башнях уже много очков подняли, уже очков, ну, сколько у нас тоннелей, раз, два, три, четыре, четыре тоннеля, три раза за башню, уже семь очков на этом всем подняли, ну, я восьмое. Вот, то есть, они немножко скорее-то, берутом, вот это вот мне не очень нравится. Так, вот у нас строит третью лесопелку, все-таки пошел по лесопелку, но что-то он поздновато, мне кажется, не успеет. Не, как бы он играет нормально и это, но у него, он по скорости не успеет, не успеет догнать других, ну, как других, в данном случае других ему не надо догонять, но меня, если у меня все прям, если у меня сейчас вот, грубо говоря, если сейчас все пройдет, да, за этот жетон я получаю четыре очка, у меня три, плюс один, четыре, еще крафт на сколько, на пять очков, 19 очков сейчас будет, это очень жестко, а если там потом дальше пройдет, то уже не 19, а 22, ну, вот, ну, сами понимаете, вот, и как бы, если он через казарму идет, ну, тут просто и, и фракции не агрессивны, и особо править негде, ничего она делать не понятно, а, вот он, очки за башню, пытается получить, он не стал отгадывать, либо нет ли всех карт, либо жалко, либо боится не угадать, ну, что ж, окей, окей, я, честно говоря, думал, он будет гадать, ну, птичью я, конечно, не стал тратить, но если лис, если есть, конечно, не знаю, есть у него нет, еще мне не нравится в его игре, у него нет ни одной лесопилки на мышах, на мышах нет лесопилки, поэтому он не может делать свою хурочку, то есть у него две лесопилки на зайцах, и одна на лисах, вот сюда нужно было лесопилочку выгубить, вместо казармы, ну, да, у него слишком много казарм, из-за этого такая фигня, а это, между прочим, халявное очко лежит вот здесь, если мы его будем сносить, конечно, это как минимум два очка для птицы, тя, тут еще жетоны везде, вот жетон, вот жетон, да, так, я надеюсь, что, блин, сражаться со мной что собирается, на мышах, где еще на мышах сражаться, ну, только со мной, пошли стопить ворон, так, очко получил, а, для перемещения, извиняюсь, перемещение, но отсюда он не переместится, потому что тут капкан, вот отсюда, если только, я надеюсь, он знает, что нельзя строиться, да, здесь, потому что, ну, типа, если он это не знает, он сейчас смутит отправиться, а, нет, он здесь может построиться, не, ну, на будущее, мало ли, на ней, то я знаю, люди иногда забывают, что на капкане нельзя строиться, вот, это будет обидно, ну, то есть, как бы, будет обидно, потому что мне придется заново записывать игру, вот, а я все-таки хотел, ну, в целом, не все так плохо, в целом, показывать можно, да, не делают каких-то совсем фиговых вещей, ну, делают, конечно, но не настолько, чтобы прям заново снимать, так, ой, у меня все дожило, какая красота, вот кому карту давать, я честно говоря не знаю, альянсу точно нет, птица, играет она, конечно, фигово, но, мне неплохо идет, у кота, вот, лисопилки, давайте, наверное, котику, давайте, наверное, котику, играет он нормально, но лисопилка мало, ой-ой-ой, как классно-то, птичья карта, так, ну, давайте сразу крафтим молоточек, два очечья, крафтим монетки, очевидно, за три очечья, давайте, алисию скрафчу, а не мышиную, мало ли, может, я потом буду сносить от жетон, лишнюю очку, а, а, лисе отдавать не хочется, а мышиную мне еще, но тут нигде нет на мышах, так, ну, погнали, буду ли я вербовать одного воина, что я собираюсь сделать, я хочу построить, поставить жетон, например, здесь, судя по всему, сюда не пройдешь, тут везде жетоны, давать не тут, но тут кот, вероятно, будет сносить, а вот тут, вряд ли будет сносить, то есть, либо три воина останется два, раз, два, три, четыре, либо сражение здесь, чтобы одно лишнее очко получить, либо сражение здесь, чтобы одно лишнее очко получить, ну, наверное, лишнее очко не помешает, все-таки на вербовку идет, чтобы переместиться, поставиться, сразиться, Ну и потом вот этого Либо вот этого куда-нибудь загнать Так, ну вскрываем В любом случае интригу он за 4 очка Видели, да? 9 очков заход поднял Вот это вороны Это вороны Так Да, конечно, птичью засаду Не хочется, но Одно очко важнее Так, ну вербуем, естественно, на лисах Так, все вороны на поле Погнали Тут у меня, конечно, вопрос Что сносить вот это за 1 очко Или вот это за 1 очко Но учитывая, что у меня сейчас нет лисьих карт А в следующий ход, возможно, они будут И, возможно, не одна Поэтому, наверное, я все-таки буду сносить Вот этот жетончик, а не эту казарму Эту казарму оставим птицам за 2 очка А, птицам, кстати, не оставим Ну кому-то, короче, оставим Сражаюсь Плюс засад нет Плюс 1 очко Обменял засаду на 1 очко Я думаю, это хороший Хороший мух Итак, 10 очков за ход мы подняли Казалось бы, да Всего по одному жетону кладем А вон накрафтили уже Ну что ж, переместились Ну и размещаем жетончик Так, что положить Бомбу Не хочу Бомбу опять себе гадать будет Так Положу монетки Во-первых, можно карточки забрать Во-вторых, лишняя карточка Я думаю, не помещаю Так, одно перемещение Карту давать не будем Давайте вот этого сюда подгоним На защиту монеток Монетки это более уязвимое что-то Набег не так хотят сносить Чтобы уж устояли наши 2 зайки Чтобы еще 3 очка получить следующий ход Такс У меня что, альянс Да, птицы, конечно, может сейчас, знаете, 2 сражения Ну как минимум 1 точно 2 очка халявных получить Вот, мы, собственно, оставили Зачем мы оставили? Нам на самом деле хорошо, если это снесут Если это не снесут Ну, это будет по меньшей мере странно Потому что халявные 2 очка Если это снесут, это будет хорошо Потому что у нас снова Будет полный выбор на то, чтобы класть жетон Так Вот это может, кстати, не долежать Но если хотя бы вот это долежит Уже будет хорошо Если это долежит, да И монетки Ну, уже будет 20, сколько? 28 очков 27, скорее всего, снесут 27 очков Ну и вот Останется концовочка Давайте сразу по такой концовочке расскажу В тот момент, когда у вас 25 очков Плюс-минус Может, 26 Ну, 25-26, вот Тут есть такая тема Следующий ваш жетон победный И все Особенно я, когда вначале Я вот до этого момента Ну, не до этого До 25-26 научился доходить Да, и, грубо говоря Дальше у меня там было преимущество 1-2 хода, да Перед другими И я все думал Что самое важное Положить этот долбанный жетон Да, любой ценой Я приводил туда и 5 человек И 7 7 ворон На защиту этого жетона И ни разу он не дожил То есть, смысл такой Что даже если Ну, грубо говоря У других игроков Не хватает действий Чтобы их снести Они всегда могут просто прийти И отгадать этот жетон Просто каждый по одной карте скинет И точно отгадает этот жетон Тем более, если у вас повторяющийся То есть, с трех попыток Если каждый по карте Точно отгадывается этот жетон И он не долежит И вы очки не получите Ни в коем случае Не делайте этой ошибки Когда у вас остается Набрать где-то Очков 5 Ваша задача Набрать их на атаках На сражениях Вот Ну, понятно Если крафт повезет Еще все такое Но в целом 4-5 очков На воронах Последние Надо набирать Ну, вот на счет 5 Я не уверен Но скорее тоже, да Потому что Ну, грубо говоря Если у вас будет 23 Очевидно, что вы выиграете тоже Вот И вот Когда у вас такая ситуация Щекотливая Ни в коем случае Не надо тратить У меня была игра Где мне оставалось набрать Гребаные 4 очка И я 3 хода 2 хода Подряд Не набрал ни одного И в итоге У меня было 3 хода И в итоге Я просто в последний ход забил Пошел атаковать И набрал 2 очка Там Или 3 из 4 То есть Если бы я Вот эти 3 хода Вместо того, чтобы Классить джетон Просто атаковал Я бы уже точно выиграл В итоге я проиграл Эту партию 29 набрал Я никогда ее не забуду Это вот была Последняя игра Когда я учился на воронах После этого Я уже стал на них выигрывать Последние 4-5 очков Вы получаете Исключительно С помощью атак В этот момент В этот момент У вас обычно Когда конец игры У вас сейчас все вороны На поле Как у меня Вот сейчас у меня Сейчас Все вороны Кроме одной На поле Если мне сейчас Снесут этот набег Как я надеюсь Птицы сделать У меня будут все вороны На поле То есть у вас все вороны На поле Вам даже Горбоваться не надо Ну если даже надо То за одну карту И дальше У вас есть Ну сколько 4 действия 4 действия Вам даже не надо Сейчас карты Уже никакие Ничего У вас есть 3 действия Плюс напор У меня Сейчас есть даже 4 действия Учитывая Перемещение У меня есть 5 действий У вас есть 15 воинов На поле И 5 действий Каждый ход По 2 очка Вы точно Сможете набрать Где-нибудь Я не знаю Где там 2 перемещения 7 ворон Куда-то пришли Там к катам Не знаю Трем катам И двум зданиям И просто 3 атаки в лоб Или сколько 2 атаки в лоб Это как минимум очко Вот И если у вас там Какие-нибудь лишние сражения Какие-нибудь Не знаю Там плюс 1 урон Еще что-то создано Это вот просто Почти гарантированно 2 очка Почти всегда Можно найти на карте Эти 2 очка Вот Поэтому Когда у вас Сет 4-5 очков Ну наверное Ну давай 4 Пусть будет так 5 тоже Да Но тут могут возникнуть Что 29 наберете Да Но все равно Это надо делать А когда 4 И у вас 2 хода Чтобы выиграть Это прям 100% Можно спокойно сделать Если у вас есть Альянс То есть 5 очков Не проблема То есть у меня сейчас Альянс Ну он какой-то странный Он сейчас нога Вот где мой ход И где ни одного жетона Нет Да 2 базы И там 2 жетона Это не пробить Но в целом Там особенно Какие-нибудь Выдры, посты Не знаю Альянс Кто еще там есть А крысы С этими С их жетонами Бунта 5 очков Набирается на изи Если у вас Какая-нибудь Очень неудачная комбинация Типа там Птицы Кроты Не знаю Кто еще Птицы Кроты Не знаю Бродяга Вот что-нибудь такое Да Там 5 очков Сложно набрать Но 4 очка Тоже можно Ну блин Там 4 очка Будь сложно Ну короче В целом Я говорю Как есть Что вот 4-5 очков Последние Вы должны Набирать на атаках Классно Конечно Если вам Там остается Не знаю Очков 6 И вы такие В свой ход Фигас Чайник Крафтите И у вас Уже 4 очка И все За 2 хода Вы выигрываете Ну собственно В этот ход Сколько У меня что-то снесли У меня пока ничего Не снесли Вот вырубили Атаку И я надеюсь Что это будет Атака По вот этому Жетону Потому что Есть еще Такая проблема Что если Вот здесь Даже меня не пробьют Даже тон Но убьют Трех ворон А их с одной атаки Можно теоретически Пробить Вот То я жетон Не смогу открыть Это тоже Хольшая проблема Вот То есть Не обязательно Прям Чтобы жетон Не лежал Достаточно Убить воинов Но если Лежит жетон То есть вероятность Что можно Что-то скрафтить Вот Такой вот Если этот Долежит То я может Еще сборщик налогов Сделаю Может еще А хотя Это днем Да Я скрафтить Уже не успею Ну ладно По сути Мне нужно Чтобы долежали Монетки И чтоб долежали Долежал Вот этот же тон Если я это Скрою в монетке Но это 28 очков 28 очков Это Ну это все По сути Это партия Надо будет Просто получить 2 очка Ну сейчас Собственно Покажу Как эти 2 очка Набираются Да И кстати По поводу того Что я говорю Там 4-5 очков Желательно Чтобы это Не в открытую Лежало Да Что вот вам Осталось 4 очка На момент вашего хода Желательно Вот чтобы Примерно Вот Как сейчас У меня То есть Грубо говоря Там У вас там Ну у меня сейчас Вообще идеальная ситуация Но грубо говоря Вам остается Где-то Не знаю Очков 7 И вот Начинается Ваш ход И перед тем Как вы эти 4 очка Свои получаете Вы такие Крафтите Там монетки У вас 4 очка И вот тут Уже Тут уже Вас не остановить Потому что Если будет Просто 4 очка То люди Начнут Ну и опытные Игроки Могут начать Высчитывать Как закрыть Так Чтобы там Сносить Специально Жетоны Просто Чтобы вы Их Не добрали Вот Ну я бы Точно Этим Занимался Так Ну все У меня Всех ворон Установили Спасибо вам Большое Куда Его восстановить Либо сюда Либо сюда Но я тут Стараюсь Сносить Вот это Постараюсь Или вот это Блин Но тут На самом деле Не особо важно Я думаю Тут буду Сносить Тут буду Сносить Ай Серьезно Оставили мне Здание Так оставлю Птица Начинается Смута А ну Я про то Что я говорил Да он забыл Что здесь Нельзя построиться Из-за того Что тут Капкан Небо сейчас Еще и ливнет Давайте-ка Посмотрим Ай Прекрасно Компьютер Заменю Ну с нубами Всегда Хорошо Что уже На результат Игры не повлияет Иначе Пришлось Перезаписать Ну все Собственно 8 очков Я набираю Даю кому-то Карп Ну естественно Птичкам Правда уже Не птичкам А компьютеру Так Что у меня Из-за Сада Ну ладно Так Создаем Монеточки Вот они Неожиданные Монеточки У ворон Шпок Три очечи Так Сколько 7 очков 7 очков 4 очка Я получу За жетон У меня Один Смысл Ладно Четыре очка Тоже Сойдет Так И вот Мне надо Набрать Три очка Три очка Ну это Посмотрим Можем ли это Сделать За этот Вот у меня В принципе Действует Дофига Так Три очка Очевидно Одно Очко Здесь Это Перемещение И Последнее Действие Оно идет После Перемещения Да Вот это Который Лишний Напор Значит Это Одно Очко Мне нужно За три Действия Набрать Два очка Так Атаки Че атаковать Либо это Либо это Мне нужно Набрать Два очка Ну давайте Атакуем Вот Блин Если у меня Засада Мне еще Сюда Дойти Надо Ну давайте Два Два И засада Да У меня Лисия Засада Блин Может Перейти Перейти Не могу Ну ладно Атакуем Три Один Есть Первое очко Есть Так У меня Еще Два Действия У меня Еще Два Действия Можно Перейти Проатаковать Либо Надеяться Что у него Нет засады Не выпадет Два Два Ну давайте Раз Два Может С одного Атаки Не пробью Даже Наверное Не пробью Давайте Ладно Такой С двух Атак Я надеюсь Если нет Засады Это В принципе Должно Хватить Если Есть То Если Два Два Только Ну Рискуем Жетон Конечно Никакой Сейчас Размещать Не надо Вот Да Как это Давайте Размещу Жетон Он Долежит Вот Ни в коем Случа Набираем Очки Через Атаки Там Поехали Атака Номер Два Засады Нет Ууу Три Один Нифига Себе Вот Это Я везуч 22 очка Ну Все У меня Даже Лишние Действия Есть То Я Сейчас Перемещаюсь У меня Еще Вечернее Перемещение Ну И Потом Делаю Напор Ну В принципе Все Это Победа Так Ну Давайте Что Что Я Говорю За Что Я Лишнее Получил Вот Тут За Расчищение Тоннелей Вот Тут За Снос Жетона Ну Давайте Даже Если Бы Вот Этого Всего Не Было Я Б Сейчас Набрал 28 И Очевидно Следующий Ход Никто Не Выиграет Вот 100% Следующий Ход Никто Не Выиграет Через Ход Я Точно Выиграл Вот Эти Два Очка Я Точно Где Насобрал Так Ну Все Перемести Ну Это Так Просто Уже По Фону Трех Человек Вполне Хватило Ну И Это Победа На Воронах Примерно Так Примерно Так Ну Слабо Конечно Сопротивление Было Тут Надо Было Конечно Гадать Сносить Что-то Делать А не Что-то Совсем Веленько Но В целом Примерно Так Надеюсь Тактику Вы Поняли Так И Че Я Десять Очков Опять Поднял Да В Предыдущие Десять В Этот Десять Вот Это Нормаз Да Два Раунда По Десять Очков Всем Спасибо Следующий Будет Кроты